Гамир Насрей – известный татарский писатель и драматург. За 43 года своей жизни он написал около 40 произведений. Многие его стихи, пьесы, рассказы и песни печатались на страницах газет и журналов. С творчеством писателя достаточно хорошо знакомы жители деревни Старый Янзигит – земляки Гамира Гарифовича. Я хорошо знаком с творчеством писателя и нет такого определенного произведения, которое мне нравится. Мне нравятся все произведения его, они все по свойствам разные и все мне нравятся. Мне нравятся такие произведения, как «Зеленая шляпа», «Родная деревня» и его первая пьеса «Ленивый Бик Мухаммед». 15 декабря в Старой Янзигитовской средней школе состоялось открытие литературного музея, посвященное столетнему юбилею Гамира Насрея. На стеллажах хранилища можно встретить рукописи писателя на татарском, латинском и арабском языках, фотографии и даже оригиналы некоторых документов. В рамках торжественного для школы мероприятия ученики подготовили творческие номера на основе произведений писателя. Школьный музей имени татарского писателя и драматуры Гамира Насрея содержит в своем фонде около 300 оригинальных экспонатов, которые были переданы родственниками, детьми Гамира Насрея. На сегодняшний день у нас хранятся оригиналы именно его рукописи на латинской графике, на арабской графике. Также наш музей содержит все документы, справки, по которым была составлена вся биография Гамира Насрея, так как в свое время человек не был известен по тому времени, так как человек является военным корреспондентом на тот момент. И по итогам большая заслуга принадлежит учителям, которые работали в предыдущие годы, так как они сохранились с 1959 года, как они высленно были к нам эти документы с Казани. До сегодняшнего дня уже практически более 50 лет хранится оригинал документов и этим гордится школа. Старая Индигитовская школа – единственная во всем районе, где музею присвоено имя известного татарского писателя. Но не только его история, но и биография еще одного известного человека хранится в данном музее. Личные вещи народного артиста Башкортостана Филиуса Гараева также нашли свое место среди экспонатов хранилища. В Краснокамском районе на базе образовательных организаций в каждой создан музей, начиная с дошкольных образовательных организаций. У нас 17 на сегодняшний день, 17 паспортизированных музеев и 4 музейных уголка. Эти 4 мы тоже номинировали и претендуем на получение статуса именно школьного музея. Также хотелось отметить, что в Старой Индигитовской средней школе на сегодня это первый именной музей, которому присвоено имя великого человека Гомира Насры. И хотелось бы, чтобы эта волна захватила как можно больше школьных музеев. Потому что у нас очень много достойных людей, чье имя должно быть увековечено, чье имя и дела должны быть известны людям, которые проживают на сегодняшний день на территории Краснокамского района, потому что нам есть чем гордиться. И, конечно же, продолжать начатое такими великими людьми, как в данном случае Гомир Насры. Успехов в своей, как говорится, такой творческой работе по сохранению татарского языка и культуры. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ За вклад в развитие данного музея секретарь Совета муниципального района Алексей Горбачев вручил благодарственные письма от местного полицовета партии «Единая Россия» тем, кто начал собирать эту историю и в конечном итоге объединил ее в один из лучших музеев района. Среди них бывшие и настоящие директоры средней школы и заведующий музеем. Не остались в стороне и другие участники организации хранилища. Им благодарственные письма вручил действующий директор образовательного учреждения.